Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня я покажу, как работает стенд для проверки соленоидов на примере соленоидов AKPP6TE40 первой генерации. Ремонтом этих соленоидов с полной разборкой я занимаюсь уже более 10 лет, и опыта по ним у меня более чем предостаточно. Итак, первым делом нам надо скачать с моего сайта или снять параметры эталонного соленоида. Для этого устанавливаем эталонный соленоид в переходник и готовим тестовый файл, с которым впоследствии будем сравнивать испытуемые соленоиды. Начнем с белого соленоида. Запускаем первый тест эталонного соленоида. На всякий случай делаем еще один тест для проверки однотипности графиков, и если графики одинаковые, то сохраняем график в файл. Открываем эталонный файл для того, чтобы этот файл запомнился и постоянно загружался при отмеченной галочке загрузка. Галочку сравнения снимем, чтобы отрисовывался только новый график и не накладывался на старый. Обратите внимание, что у белых соленоидов первой генерации график начинается не от нуля по оси Y. Хороший соленоид имеет приоткрытое состояние. Графики не обязательно должны совпадать. В данном случае мы видим график рабочего белого соленоида, но он довольно сильно отличается от эталонного. Основным критерием работоспособности соленоида чаще всего является ровность графика, отсутствие ступенек и резких кривых. Еще обращаем внимание на уровень начала графика. Как я уже говорил ранее в белом соленоиде, есть небольшое обязательное травление давления, и это видно на графике в его начале. Возьмем бэушный соленоид для теста и посмотрим на его график. Делаем тест. Видим, что по графику бэушный соленоид открывается гораздо позже и закрывается гораздо раньше эталонного. Это заметно на графике, так как график бэушного соленоида правее эталонного при восходящем тесте и левее эталонного при нисходящем тесте. Для загрузки эталонного графика не обязательно иметь рабочий соленоид. В новой версии программы появилась возможность выбрать эталонный график, нажав кнопку Help и скачав его себе на компьютер. Чтобы напомнить вам о границах ШИМ, сделаем тот же тест эталонного соленоида при полной шкале ШИМ, то есть от 0 до 100%. Не забудем снять галочку «Загрузка», иначе при тесте соленоида у нас подгрузится последний загруженный нами файл. Следующие графики будут от нерабочих соленоидов и наиболее часто встречающиеся неисправности, которые легко выявить с помощью графиков. Первая и лидирующая неисправность выпадания запорного пластмассового кольца в головной части соленоида. На графике видим, что соленоид приоткрывается всего процентов на 10 от полного открытия. Второй дефект по распространенности – это бэушный соленоид. Во-первых, без подачи напряжения он травит воздух гораздо больше, чем необходимо по графику эталонного соленоида. А во-вторых, синий график неиспадающего теста соленоида имеет сильное отличие от восходящего графика. На это тоже стоит обращать внимание при визуальном тесте соленоида на работоспособность. Большое спасибо за просмотр. Всего хорошего.